Перед началом этого видоса, ребята, я бы хотел посоветовать вам канал Банда РПК. Это не реклама, мне ничего не платили, просто их смотрит мой батя, он попросил мужикам помочь. Дело в том, что это мои земляки, они снимают разные видосы на тему рыбалки, активного отдыха, да, советы, всякие разные гайды. Также у них бывают и какие-то смешные видосы с всякими забавными моментами, да, со всяких, ну, таких рыбалок и тому подобного. И вот недавно они еще делали благотворительную акцию, где помогали детскому дому. В общем, ну, я посмотрел, действительно, очень душевный такой канал, тем более, я говорю еще раз, это мои земляки, рыбачили они в тех же местах, в которых я когда-то рыбачил. Вот, и хотел бы просто мужикам немного помочь. Вот, рекомендую, ребята, зайти, ознакомиться, если вы увлекаетесь рыбалкой, то, скорее всего, вы что-нибудь здесь для себя найдете. А если не увлекаетесь, то, ну, гляньте, может быть, увлечетесь. Ссылочка, ребята, конечно же, в описании. Всем привет, ребята, на связи GrimOptimist. И сегодня у меня для вас действительно забавные новости подготовлены. Когда я вообще впервые увидел эту информацию, я подумал, что это фейк. Потому что, ребята, компания УАЗ, Ульяновский автозавод, представила вниманию своих потребителей новую комплектацию своего автомобиля УАЗ Патриот под названием УАЗ Патриот World of Tanks Edition. И тут, чё-то, как-то я удивился очень сильно. Во-первых, ну, я, насколько понял, по крайней мере, по впечатлениям других людей, поспрашивал знакомых. Патриоты не сильно любят у нас. Просто потому, что машина не совсем понятна большинству людей. Так как, если ты хочешь ехать по говну на рыбалку с мужиками, то ты берешь себе, ну, Хантер, да, обычный УАЗик уже, который, ну, проверенный, там, десятилетиями и так далее. А Патриот, он, как бы, вроде, как бы, ну, и не такой уже проходимый и стоит очень дорого. Там, комплектации некоторые вообще адских денег стоят. И в то же время, как бы, ну, движок у него по-прежнему слабый какой-то, не такой. В общем, не знаю, Патриоты вот не в почёте у людей, насколько я понял. Может быть, я ошибаюсь, я не знаю, но вот из тех знакомых, кого я спрашивал, что-то никто мне ни одного хорошего слова про Патриоты не сказал. Поэтому, если вдруг выводили Патриоты, у вас есть что сказать, то пишите в комментариях обязательно. Будет интересно посмотреть. Значит, первое, что бросается в глаза при взгляде на данную машину, это то, что у него на бортах, да, слева и справа, присутствуют такие вот аппликации World of Tanks. Типа такие вот жёлто, ну, светящиеся такие. И выглядит это, ребята, извините, конечно, но как полное говно. Потому что это аппликации, это не аэрография и очень ярко видно вот эти вот границы наклейки. Вы посмотрите. Смотрится ужасно колхозно. То есть, как будто просто взяли ножницами, вырезали и приклеили. Как по мне, если уж вы с завода делаете такую расцветку, то надо наносить, конечно, аэрографии. Или, по крайней мере, вот эти вот, делать так, чтобы не было видно границ. Там же есть, вроде, какой-то вид наклеек полупрозрачный, который как-то, ну, там, под краску сверху красит. Ну, я всё слышал, такое делается. То есть, в целом, можно это сделать, чтобы было незаметно, а тут это просто как наклейка реально выглядит. По мне, дико колхозно. Я бы ни в коем случае не стал себе такую лепить. Но её не обязательно лепить. Можно и без неё обойтись. Также у автомобиля в стандартном, ну, по стандарту завода уже будут идти 18-е диски. И тут, опять, странно, то есть, потому что, ну, это, конечно, не 20-е, но, насколько я знаю, 18-е диски, они всё равно бесследно не пройдут для этой машины. То есть, как внедорожник, она потеряет очень сильно. То есть, тачка превратится, по сути, в паркетник. Да, то есть, ну, по крайней мере, не полностью, но, ещё раз говорю, низкопрофильная резина, это всегда проблема при езде по внедорожью. Да, и смотрится это, конечно, ну, неплохо эти диски смотрятся в целом, но, как по мне, они здесь лишние, абсолютно. То есть, как бы, если уж ты, типа, World of Tanks Edition, типа, как танк, да, такой, то уж должна быть проходимость-то нормальная, ёлки-палки. Вы бы ещё реально 20-е сюда, и эту резину в два мотка изоленты бы ещё поставили, и было бы вообще огонь. Далее, значит, автомобиль внутри имеет достаточно интересный салон. Он выполнен в такой вот расцветке. Тут, к сожалению, фотографии сделаны так, что непонятно, то ли это бежево-синий тёмно, то ли бежево-чёрный салон. Как по мне, ребята, ну, ужасно, ребят, выглядит, ну, серьёзно. Я не особо разбираюсь, как бы, в дизайне, да, автомобильном, но я бы себе никак в жизни такой не поставил, потому что, ну, во-первых, значки World of Tanks здесь явно лишние, да, я понимаю, что World of Tanks Edition, но я бы вот никогда не хотел, чтобы все знали, что я играю World of Tanks и ездить на машине с символикой World of Tanks, тем более в салоне, это, по мне, крайне странное решение. И вот эти вот бежево-чёрные сидухи, да, тут с боковой поддержкой, тут такой, видимо, закос под Range Rover какой-то даже, я не знаю, в некоторых комплектациях Range Rover видел подобные эти, ну, подобные сидушки. Ну, не такие, конечно, но издали похожи. Да, вот эта вот вставка на руль, да, из кожи, где тоже присутствует символика World of Tanks, я вам честно скажу, ребята, выглядит как дикий колхоз. Ну, просто вот колхоз колхозный, как будто я сам их туда засунул, вот, не смотрится, стиля нет. Абсолютно старый салон в остальном, то есть тут я так, ну, тут особо не показывают на фотках, но, видимо, там и приборная панель, там всё то же самое, единственное, бортовой компьютер там какой-то тоже в стиле World of Tanks идёт, да, вот на дисплее там, по крайней мере. И я знаю, что когда вы заводите данный автомобиль, то он будет говорить, сейчас вам скажу, какую фразу точно, «Добро пожаловать, командир, бой начинается, можно ехать». Ну, это можно и сейчас в любую тачку замутить, если руки не из жопы, там, ну, грубо говоря, сделать приветствие такое. То есть, как по мне, ну, ну, отвратительно, ребят, ну, всё это выглядит. Ну, я бы никогда, ещё раз говорю, такой автомобиль брать не стал. Тем более, я уверен, что он ещё и будет стоить недёшево, потому что, не забывайте, кожаный салон, а вроде как бы он кожаный, да, с ещё уникальным, типа, дизайном, плюс 18-ые диски у нас идут и так далее. То есть, это всё ударит по цене и, скорее всего, данный автомобиль будет стоить реально недешёвым, не маленьких денег. И, как по мне, если уж тебе нужен именно, типа, паркетный такой вот внедорожник, то за те деньги, за которые вот этот автомобиль будут продавать, скорее всего, можно будет на рынке реально посмотреть что-то поинтереснее из БУ, например, сегмента. Или даже не БУ, наверное, можно что-то будет глянуть. То есть, какой-то реально такой, ну, поинтереснее внедорожник. А если уж, мне кажется, ты настоящий фанат танков, да, и там, то ты должен, ну, ну, сделай ты свой автомобиль сам, да, по индивидуальному дизайну. Ну, если тебе нравятся танки, ну, сделать реально аэрографию, Ворлд Тейнс, крутую, да, под броню под танковую, например, ну, что-то такое, да. Сделать реально салон чёткий, там, с закосом каким-то. Ну, это всё можно сделать, понимаете, были бы деньги, я не думаю, что это очень сильно дорого стоит. Ну, дорого, конечно, но я думаю, что эта тачка тоже недешёвая будет, мягко говоря. Поэтому вообще не понимаю, для кого она предназначена. Никогда не стал бы брать себе такой автомобиль. Никогда. Я, ребят, чуть не забыл ещё самое важное, то, что при покупке данного автомобиля вам дадут ещё и КВ-5 на халяву и полгода према. Это примерно как при покупке квартиры новая бейсболка в подарок. Ну, из той же оперы примерно по соотношению цен. Очень забавно, повеселило. Пишите в комментариях, как вам эта машина. Если вы водили УАЗик, именно Патриот, пишите тоже, да. И будет интересно почитать. Вот такое вот, ребята, мнение. Чё-то как-то не впечатлило, вот честное слово. Спасибо за внимание, ребята. Всем до скорого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok